Наследники Джерома Дэвида Селлинджера решили завершить давнюю тяжбу и дали разрешение на публикацию романа 60 лет спустя, пробираясь сквозь рожь. Автор, швед Фредерик Колтинг, назвал его продолжением книги «Над пропастью воржи». Сочинение Колтинга – самый обычный фанфик. Поклонники знаменитых романов, фильмов и сериалов сочиняют истории с участием их героев. Сиквелы, приквелы и прочие вариации, зачастую выпиющие непристойные. В интернете такого полно. Фредерик Колтинг, выпустивший свою книжку под псевдонимом «Джон Дэвид Калифорния», решил изобразить 76-летнего Холдина Колфилда, который убегает из дома престарелых. Кажется, сведений достаточно, чтобы оценить уровень этой прозы. Обычно писатели снисходительно относятся к творчеству фанатов, но Селлинджер – человек раздражительный, затеял в 2009 году тяжбу и привлек к роману Колтинга внимание. Теперь наследники писателя уладили дело. Книгу можно издавать во всех странах, кроме США и Канады, под другим названием и без посвящения Селлинджеру. И действительно, ее уже собираются выпускать на нескольких языках. Не сомневаюсь, что и русский перевод появится. Интерес к сочинению Колтинга велик, поскольку оно хоть как-то пытается заполнить вакуум, возникший после того, как в 1965 году Селлинджер решил не публиковать новых книг. Появлялось немало свидетельств, что все эти годы он писал, и написал много, по одной из версий 15 романов. Но вот скоро уже будет год со дня его смерти, а правду мы так и не узнали. Пока единственное известие от наследников Селлинджера – это окончание тяжбы с Колтингом. Не самая интересная новость, но других нет. Редактор субтитров А.Семкин